Еще начального периода войны, еще нет многих линий траншей. То, что вы видите по левую руку от себя, это позиции русской императорской армии. Это легкая траншея, которая называется стрелковый ровик. По уставу того времени, остановившись на поле сражения, бойцы должны были выкупать его буквально за два часа, что и произошло. Наступающие русские части столкнулись с сопротивлением. И вы видите, что небольшой казачий разъезд попытался проверить, есть ли на мызе, которая стоит отдельно от вульварка, и где не видно позиции, есть ли там вразовские войска. Мы видим, что германские уланы, в свою очередь, бросаются вперед, потому что в те времена, как, в общем-то, и во всю тысячелетнюю историю, задача конницы, это была в первую очередь разведка. Задача была в том, чтобы узнать, где находится противник, и своим заслоном помешать противнику разобрать, где находятся твои части. Но мы видим, что по немецкому разъезду открыли ураганный огонь русские стрелки, пехотинцы, заработали пулеметы, и конница сразу же уходит под прикрытие своих позиций. Опять все на мгновение замерло, замерло в тревожной тишине. Отряд, прикрывающий мызу открыть огонь и проявить себя. Стало понятно, что заманить русских в такую засаду и неожиданно отстрелять фланга не получилось. Поэтому германцы решают предпринять наступление, воспользоваться тем, что русские позиции еще не успели укрепиться, русские не успели как следует окопаться, и немецкие войска решили внезапным коротким ударом на коротке опрокинуть русских, отбросить их. Пока еще идет начальная фаза Первой мировой войны, пока еще во всех штабах и тем более во всех полевых войсках и на древнерсерах выступления. Пока еще Первая мировая война не успела зайти в непроходимые позиции. Но вы видите, что по мере того, как германские войска покинули свои окопы и выдвинулись вперед, они попадают под ураганный огонь. И это предвестник того, что во что превратится война на следующие 3-3,5 года. Развитие техники, развитие автоматического оружия, пулемотов, насыщение войск скоростейными, мы говорим, что винтовками, приводит к тому, что огонь на поле боя становится поистине ураганным. И если ты не в окопе, если ты просто на открытой земле, на открытом поле, продвигаться вперед можно лишь с огромными потерями. Однако мы видим, что главная атака немцев развивается вяло, но это потому, что они задумали хитрость. Пользуясь сквадкой местности, пользуясь тем, что здесь пролегает небольшая рейхи, немцы послали в обход отдельный взвод, который должен взять русскую позицию во фланг. И теперь вы видите, что немецкая артиллерия из глубины построения в закрытой позиции обстреливает русскую позицию. Обеспечивая и подсказывая наступление. Вот прикрытие мураганного артиллерийского огня. Немецкая рота бросается вперед и выходит на дистанцию броска гранаты, на дистанцию шутового удара. Русские позиции оказались недостаточно глубокими. Ураганный артиллерийский огонь вынуждает русскую петуху отходить. Для того, чтобы не терять людей, для того, чтобы не терять личный состав, офицеры командуют выйти из-под огневого налета, предпринимают маневры на поле боя, маневры отступления. Немецкая артиллерия стреляет очень точно, но при этом еще не достигли того развития средства связи, и поэтому перенести огонь, быстро перенести огонь на отступающие войска возможности нет. Однако мы видим, что удар во фланг удался, и австрийский взвод занимает фланг русской позиции и движется от фланга к центру, сворачивая русскую позицию и занимая траншеи. Огневой налет закончился, и немцы бросаются рыцком на шкурм русских охотов. Русская цепь, как это, лежат, начинает салтовый огонь, огонь в пачке, как тогда говорили, когда на команде каждый стрелок должен расстрелять пять патронов в полную обойму винтовки босина. Эти наглядные руки стараются нечего потерь атакующим немцам, для того, чтобы заплатки игровой линии траншеи стоила максимально города. Баба! Этих самолетиков! Понеся потери, немцы заняли траншею, не давая противнику неправильно поднять голову. Обратите внимание на то, что на русских позициях в первую очередь видны офицеры. Для того, чтобы сохранять контроль над происходящим, для того, чтобы дальше видеть, для того, чтобы контролировать своих, дальше противника, они вынуждены подниматься на одно колено, лишь, пожалуйста, в полный рост под окном врага. И когда обычные стрелки рядовые применяются к местности, залегают, офицер все время на виду. Это отсутствие, это требование устава, и это личная храбрость. С одной стороны, позволяла эффективно командовать на поле боя, с другой, привозила подробность потери. И именно среди офицерского корпуса потери были особенно велики. После сражений начального этапа, после первого полугода боев, русский кадровый офицерский корпус практически полностью полет на полях сражений. И эти огромные потери полностью так и не удалось восстановить из-за всей войны. Мы видим, что русская рота стремительным броском выбила противника из своих окопов, и нос занимает их, и расстреляет их. Пользуясь тем, что немцы дезорганизовались, тем, что они понесли в этой атаке большие потери, русские решают сразу же закреплять успех, то есть они не останавливаются на достигнутом, о том, что они вернули свою позицию, а сразу начинают развивать наступление, ставить до противника. Обратите внимание на особенности тактики. Русская рота наступает двумя волнами, двумя полуротами, как это положено по уставу 1912 года. В то время как одна полурота продвигается вперед, вторая залегает и плотным огнем подвергает наступление своих товарищей, и потом повороты меняются. Немецкая кавалерия пытается обозначить наступление, однако она наторолась на очень крупный тиджальный огонь, и становится понятно, что времена... Русские войска, применяясь к местности, отдельными взводами, полуротами, продвигаются вперед, постоянно ведя урагантный огонь на подавление, не давая противнику поднять голову из окопов. Вот такой огневой бой обеспечивает наступление. Мы видим, что пока русская пехота выносила воздействие на противника только огнем своего ручного оружия. Видимо, как это часто бывало при наступлении, артиллерия отстала на плохих дорогах, и только одна пушка вырвалась вперед, не по усталу, и здесь сейчас на поле боя старается своим огнем поддержать наступление оружия в Тихотинке. Обратите внимание, что, несмотря на небольшое количество бойцов, несмотря на ураганный огонь, они вынуждены наступать достаточно компактными группами и плотными, очень плотными цепями. Это вызвано тем, что тогда еще не было современных средств управления и связи, и единственным способом для офицера командовать своими бойцами это был голос. Поэтому офицер и подчиненные ему солдаты должны были находиться на маленьком бодочке для того, чтобы слышать его команду. Вот вы слышите, что кроме фригов и выстрелов на поле боя слышны свистки. Это еще один способ управления войсками. Это офицерский звездок. Буквально несколько сигналов за счет пронзительного звука высокого он как бы прорезает какафонию боя и позволяет отдавать приказы. Например, сейчас явно русский офицер показал своим солдатам оттянуться от мызы, которая попадает под ураганный стрел артиллерии. Артиллерия успела развернуться и сейчас огневым налетом обеспечивает наступление войск. Мыза практически скрылась в дыму и пламени. Точный ураганный огонь. Еще нет снарядного голода. Еще никто не жалеет снарядов. Убедившись, что арт-налет закончен, офицер командует русским стрелкам атаку и пехотинцы бросаются вперед для того, чтобы подавить деморализованного арт-огнем противника. Среди строений мызы разворачивается рукопастный бой и русские пехотинцы бросают на землю австрийское знамя, знамя австрийской империи, показывая тем самым, что это строение этот маленький футер на прусской земле теперь жанят русское самополе и оказывало огромное влияние на то, что там происходит. Даже удачно расположенная яма могла повлиять на развитие целого сражения. На переднем плане мы видим, что русские выносят вперед пулемет. Это поистине адское оружие, когда в 2014 году еще было достаточно вновь. Их уже знали, их было достаточно много, их усилить применять, но насколько они эффективны на полях сражений, все еще не укладывалось у людей в голове. мы видим, что немцы покидают свои окопы в надежде отбросить русских, навязать им встречный бой, но они столкнулись с тем, что русские уже успели организовать систему огня, успели выдвинуть на план пулеметы, и под этим ураганным огнем контратака немцев сразу заклебывается. по сигналу своих командиров, которые также в основном используют свистки, как самый эффективный. Мы видим, как продвигаются плотной цепью русские стрелки, однако, как только они приближаются к окопам, частый, густой и меткий огонь противника останавливает их наступательный порыв, многие погибают, и цепь опять вынуждена замыть на этой проклятой дистанции, на дистанции эффективного оружейного и полеметного огня. Пожалуй, именно в начале Первой мировой войны оценивали того, что даже небольшой отряд пехоты без средств усиления, если ему удается окопаться, может остановить многократно превосходящие силы противника, и для того, чтобы вьють этот небольшой пехотный отряд требуется серьезное сосредоточение войск, и в первую очередь серьезное сосредоточение артиллерии. Мы видим, что несмотря на численное превосходство русских, бой замер, замер в равновесии, потому что за счет лучшей, более укрепленной позиции немцы могут развивать огонь. Однако наступательный порыв русских войск силен, и они, превозмогая ураганный огонь противника бросаются вперед, невзирая на потери. Бойцы стараются сблизиться на дистанцию броска граната, на дистанцию коровского рывка. Также отдельный полтон посылается на план, для того, чтобы стрелять вдоль вражеской траншеи. Такой огонь особенно губительен, потому что пуля найдет ни одного, как другого врага. И если удается брать фланговую позицию, то с этой позиции заменило прицел и открывает огонь по новой позиции. В начале Первой мировой русская артиллерия, прошедшая суровую прававую школу русско-японской войны, являлась одной из самых лучших, хорошо подготовленных, обученных артиллерий на полях сражений во всей Европе. И до тех пор, пока снарядный голод не заставил эти пушки в 2015 году на время замолчать, до тех пор русская артиллерия действовала очень эффективно, очень точно, быстро переносила огонь, быстро насыщала позиции противника большим количеством снарядов, и таким образом эффективно соебодействовала с пехотой, обеспечивая ее на поле боя и в наступлении, и в обороне. Вы видите, что под ураганным огнем немцам приходится скатиться на дно своих траншей и молиться, молиться, чтобы снаряд не разорвался рядом с обоих мы видим, что один из русских снарядов попадает в ориентир в мельницу и мельница вспыхивает. Вероятно, там находился немецкий наблюдатель, потому что это господствующая позиция, оттуда все видно. Как только артолет прекратился, русская пехота бросается вперед, и пока враг не очухался, пока он не успел поднять в головы и разобрался, кто выжит, наладив систему взаимодействия. Одним рывком, буквально в ситоной секунды, русские войска занимают первую линию траншеи. И сразу же, не останавливаясь, вторая полурока бросается вперед. Первая из траншеи ураганным огнем обеспечивает наступление, не позволяет противнику поднять в головы, а вторая заходит в афланг и сразу же штурмует вторую позицию. Несмотря на то, что война только начинается, солдаты же убедились, что на поле боя нужно перемещаться как гордо быстрее. Если наметился успех, его нужно решительно развивать, потому что любое проведение, любая заминка под вражеским огнем это только все новые и новые бессмысленные потери. Обратите внимание, что артиллерия стреляет очень близко к своим войскам. Точность высока, склады орудий пока не расстреляны. Русская рота бросается вперед. Противник пытается зацепиться за строение фольварка за строение хутера. Однако дезорганизованным артиллерийским огнем враг не может наладить систему огня, систему обстрела и поэтому не может остановить порыв русских войск. Не только русской императорской армии захватывает этот фольварк, захватывает лагерь резервный, в котором находились немецкие войска на окраине этой деревни. И немногие противники, в первую очередь конницы, сумели бежать, а остальные от бежала, что добиваются или те, кто успел сообразить, поднимают руки и сдаются. Вот так решительно «смехи» «смехи»